Илья Кутепов, пожалуйста, ваши вопросы. Илья, здравствуйте. Бытует такое мнение, что поражение, которое потерпела сборная России, оно в чем-то даже и полезно. Потому что если как дема сборная России могла чуть-чуть провалиться, так это в матче, который не имел такого грандиозного турнира на нас значения, то есть сейчас она сможет, не может привезет это в чувство сборную, или все же поражение это поражение и никакого позитива она не добавляет. Никакое поражение позитива никогда не добавляет. Но, опять же, как вы заметили, что эта игра не то чтобы не имела никакого для нас смысла, все равно хотелось бы первое место в группе, конечно, занять. Но Уругвай, скажем так, команда высокого класса. И учитывая то, что мы играли еще и в десятером этот матч после удаления, поэтому не скажу, что это поражение как-то либо сильно нас потопило в негатив, либо как-то мы отнеслись к этому совсем небрежительно. Мы профессионалы, мы правильно все оцениваем и готовимся к матчу. У нас впереди очень важный матч. Спасибо. Следующий вопрос. На данный момент тяжело сказать, потому что вчера только отыграли. Я думаю, что первого числа мы как раз это увидим, готовы мы или нет. Еще? Можно, пожалуйста? Здравствуйте. Наше стейк из испанских гоневарев. Первый я хочу поздравить. Прекрасный Ильрик. Вы не просто в последнем месяце в Испартаке. И вопрос такой. Что вы думаете о нашей центральной защите? Рамуш и Пеке. В принципе, это аппарат не не слушает. Хочет там 20 минут. Я бы ответил коротко. Барселона и Реал. Больше нечего сказать. Это говорит все само за себя. Илья, на этих матчах, на этом чемпионате мира удалось ли увидеть какие-то игры сборной Испании? Что можешь сказать? Какие сильные стороны, какие слабые? И может ли на команду такого высокого класса повлиять такая экстренная смена тренера за день до старта турнира? Я думаю, что все равно, когда тренер покидает команду, команда без тренера это немножко совсем другое. Но там собраны игроки такого класса, что они понимают, на каком турнире они находятся и какие задачи перед собой ставят. Поэтому настрой у них будет, по крайней мере, я уверен, что очень-очень даже серьезным. Но у нас не меньше. А матч ты видели? Да, матчи смотрел, да. Все матчи смотрел. Ваш, вы хотели, да? Сдавать. Раньше говорили, что российская сборная предпочитает как соперника Португалии. Теперь это Испания. Как это можно прокомментировать? И все-таки будет ли с ними легче играть, чем с португальцами? Я бы не сказал, что мы предпочитали больше Португалии, чем с Португалии. Лично для меня было безразлично с кем играть. Была бы это Португалия, Испания или тоже, не знаю, были шансы у Ирана выйти из группы. Поэтому для меня это абсолютно непринципиально и мне было абсолютно безразлично с кем. Еще и Испания, пожалуйста. Хотели уточнить, что вы думаете насчет обороны Испании, какие у нее есть проблемы в этом моменте? Опять же, опираясь на то, что оборона состоит из таких игроков, как Серхио Рамос, Пике, там у них и Карвахаль, и Жорди Альба, там подбор игроков сумасшедший. Тот, кто говорит про проблемы в обороне, ну не знаю, я бы не сказал это проблема, может быть какой-то временный спад с тем, что возникают такие моменты. Но, опять же, Испания играет, чтобы не обидеть никакую другую команду, все-таки у нее в соперниках те команды, которые пробились на чемпионат мира и которые сейчас все, в принципе, умеют играть в футбол. Поэтому о каких-то глобальных проблемах я бы не стал говорить. Спасибо, Кваш. Добрый день. Сейчас в головах у футбористов чего больше? Были поражения от Уругла или все-таки уже на Испанию успели переключиться? Насколько сложно после такого поражения думать уже о следующих соперниках? На Испанию переключились где-то минут через 15-20 после того, как закончился вчерашний матч. Но не на Испанию, ты же тогда еще не знали, что здесь? Ну, мы предполагали, скажем так. Еще испанский каравер, пожалуйста. Мне нравится, что ты думаешь о Диего Коста? Хороший нападающий, классный игрок. Забивает, делает много работы на поле, приносит пользу своей команде. Два заключительных девушки симпатичные. График у нас мы не меняли. Сегодня провели, так сказать, восстановительную тренировку без особой нагрузки. Те ребята, которые вчера меньше играли или не играли, им дали больше чуть нагрузиться. И потом все вместе команда провела в тренажерном зале. Определенный ряд упражнений выполнили. С завтрашнего дня начинаем уже полноценную подготовку. Идем по плану. Спасибо. И заключительный вот там. Понятно, что с Испанией будет сложно играть, пока, наверное, еще сканальный соперник мы не изучали. Но, в принципе, вы знаете, какие-то есть сильные стороны, которые можно использовать против испанцев? Против испанцев. Ну, опять же, во главу всего я бы поставил командную игру, командную дисциплину и сумасшедшую самоотдачу. Я думаю, за счет этого можно добиться результата. Спасибо. 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 И до удачи. Спасибо.